Мать твою, меня начальник убьет, я ее перевернул. Хорошо, офицер, пробежимся. Я заставил их бегать. У меня, судя по всему, террорист, он стреляет из автомобиля по полицейским, я не знаю, что мне делать, он сказал, что мне нельзя ехать ниже 40 миль в час. Невозможно построить маршрут до Скандинавии. Сар, я могу вам предложить путевку, если вы вернете мне мой такси, и я поеду дальше. Хотите в Казахстан ко мне съездить? У меня у бабушки такие вина. Ты-то коп себя, ты видишь, бля. Давай-давай, заберем, заберем его машину, ключи еще здесь, ключи здесь. Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккейт, и добро пожаловать на Юди Роллплей. Сегодня мы снова в полицейском департаменте, и это должно быть весело, как всегда. Не забывайте ставить лайки, и мы, наконец, возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. У меня был небольшой перерыв, на самом деле, когда я не записывал эпизоды сервера, вот. Поэтому я рад увернуться, вот. Осталось только вспомнить, что к чему. 1,1,22, код 10,8. Окей. Вот, сегодня мы без брифинга, потому что, потому что, ах, зачем оно? Иногда бывает, иногда нет. Просто я немножечко поздно зашел, вот. Но, тем не менее, видимо, брифинг-то я, собственно, и пропустил. 1,1,22, код 10,40 на Алго Квинбульвар. Вот здесь и будем ставить. У нас очень классный Таурус, ребята, вы себе представить не можете. Мы завезли сюда, на сервер, очень и очень крутые паттерны света. То есть, да, я не должен был этого делать, но вы поняли, они дико быстрые, дико красивые, поэтому я считаю, что это заслуживает лайка по меньшей мере, вот. И, ну, и мы посмотрим. Надеюсь, что сегодня в городе будет тихо. Кто-то там с дальними огнями, кстати, встал. А нет, уже нет. Окей. Вот. Надеюсь, что будет весело. Сейчас показалось или нет? Может, показалось. Может быть, и нет? Один, Адам, 22. Адам, 22. Буду на 10,11 с, судя по всему, темного цвета чайно. Двигаемся по Найланд-авеню в южном направлении. Десять, четыре, адам, 22. Окей. Требуется десять, восемьдесят три сюда. Десять, четыре, адам, 22, адесять, двенадцать. Сэр, оставайтесь, пожалуйста, в автомобиле. Один, Джобс, один, даст. Джобс, один, даст. Прошу последовать по десять, одиннадцать. Сэр, оставайтесь, пожалуйста, в автомобиле. Квадрат, восемь, дво, шесть, восемь, четыре, два. Десять, четыре, десять, четыре, неизвестно. Окей. Так, ну он вел себя очень странно. Я не знаю, о чем все это дело, но... В общем, как-то так. Ну окей, сейчас дождемся подкрепления. Как раз едет. Где-то поблизости. Ну вот, как раз дорожный патруль. Очень во время. А вот, и будем вместе разбираться. Да, офицер, добрый вечер. Остановил его. Сначала я думал, что мне показалось, но он ехал под Джошуа в восточном направлении, вернее, в западном направлении. И, соответственно, увидел, как он выехал на встречную полосу. Думал, что мне показалось. В итоге он поворачивает сюда, на Марину, и водит очень странно. То есть, или он держит руль неуверенно, и как-то водит его из стороны в сторону постоянно, или это его фишка какая-то. Но в любом случае, мне кажется, что он находится под воздействием сейчас, на данный момент. Я вас понял, да. Хорошо, тогда давайте произведем контакт. Добрый вечер, Сар. Добрый вечер. Знаете, почему я вас сегодня останавливаю? Не совсем. Видел, как вы ехали под Джошуа в западном направлении, и выехали вы навстречу, потом повернули на Марину Драйв, да, и далее вы начали вилять с стороны в сторону по дороге. Это уже было последней каплей, я вам так скажу. Так я же обгонял автомобиль. Сар, вы употребляли сегодня что-нибудь? Да, нет. Хорошо, у вас есть при себе документы? Страховка на автомобиль, регистрация и паспорт. Да, 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 есть, есть. Вот, держи. Спасибо. Можете подтвердить имя на них? А, Стив Кольт. Стив Кольт. Хорошо, мистер Кольт, оставайтесь, пожалуйста, в автомобиле с моим офицером, и я скоро к вам подойду. Хорошо. Так, надо машину отодвинуть. На всякий пожарный. Окей. И давайте пробьем этого замечательного человечка у нас по базе, и выясним, что с ним происходит. Так, где у нас там? Окей, мужское управление, штраф нет, водительское удостоверение есть. Что у нас еще ярко подпородовой чейна? Он же? 83 V O VQ W 454 Да, вроде он. Регистрация, да, страховка, действительно. Окей. Окей. Это 1 Атом 12, у меня 10, 11. Двигаюсь по Марино Драйв. Так, сэр, вот ваши документы обратно. Все возвращается в нашу базе с довольно чистым. Единственное, что, да, я пытаюсь выяснить, что вызвало ваше подобное поведение. Вы куда-то спешите? Нет, в основном я просто решил гнать машину. Угу. Хорошо, сэр, я так полагаю, что на данный момент вы будете отпущены с устным предупреждением, но при этом я не хочу видеть автомобили, которые нарушают разметку на дороге и не находятся в состоянии удерживать собственную линию, да, и двигаться по ней. Так как это нарушение дорожных законов, мой офицер может вам рассказать, что за это довольно большие штрафы сейчас у нас на данный момент. Вот, я вижу то, что, скорее всего, по крайней мере, по вам не видно, что вы что-то употребляли. Да, но и тем не менее, пожалуйста, держите руль покрепче и двигайтесь исключительно в своей полосе. Хорошо, офицер, я вас... Ну и да, напомню вам, что вождение в недвезом виде конфесс-карта политического удостоверения, а также уголовное преступление. Не, хотите, я могу в алкотестер отдыхнуть? Вопрос. На данный момент это не обязательно процедур. Доброго вечера. До свидания. М-да. Интересно. 1, 1, 22, я код 4 с 10, 11 и 10, 8. Код 4, 1, 22. Джордж 11, 2, 2, 4, 2, 1, 21. Окей. 2, 4, Джордж 11, А, 2, 22. 1, 1, 22. Поступил вызов ДТП, прошу проверить. Это будет замкнут авеню, квадрат 8, 3, 2, 8, 2, 8. 9, 4, 1, 1, 22, 10, 31, по вызову. 8, 3, 2, 8, 8, 3, 2, 8, 2, 8. Это где у нас вообще замкнут авеню, замкнут авеню? Бррррр. Соображай, Ваня, давай, замкнут авеню, замкнут авеню. Вот оно, да, всё понял, где-то за полицейским департаментом. Окей, чё у нас там? Требуется дорожной патологией. Адам, 22. 1, адам, 22. Требуется 10,83. Я только-только приехал 10,23 на месте, да, думаю, да. 10,4. 1, 2, 6, 11. Важfire, 90. Прошу, прошу, прошу последовать к адам, 22, по вызову о ДТП. О, чёрт. 10-20-832-828, зад код овенёв. О, чёрт! Чёрт! Сэр, вы как? Добрый день, товарищ офицер. Добрый. Вы прилягте, прилягте лучше, прилягте сейчас. Такая история произошла. Прилягте, не утруждайте себя разговорами. Сейчас, сейчас приедут спецслужбы, они помогут. Сэр, вы меня слышите? Сэр, вы меня слышите? Мне кажется, он или без сознания, или мёртв. Но, по крайней мере, крови я не вижу. В любом случае, нам нужны будут медики. И с вторым участником ДТП всё вроде более или менее. Вот, но, тем не менее, ему также потребуется медицинская помощь. Если вы можете передать по рации? Вот, это скорая. О, так же так? Да, так же так. Сэр, вы меня слышите? Так, я схожу за аптечкой в машину. Один, Адам-22, диспетчер. Адам-22. Требуется 10-52 на Занкуда-Авеню для двух пострадавших ДТП. И желательно побыстрее. Здесь 4, здесь 12. Адам-22. Благодарю. Сэр, как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Офицер, помогите мне, пожалуйста, расстегнуть его куртку. 5 секунд. Медики уже скоро будут на месте. Офицер, вы так любезны. Спасибо вам. Ну, я надеюсь, что ничего серьёзного. Да и к тому же, это моя работа. Самому себя ладать, наверное, не очень удобно будет. Поэтому скоро должны приехать ваши коллеги. Я бы мог вам подсказать что-то. Вы могли бы воспользоваться моей аптечкой. Вы могли бы ускорить процесс. Сэр, ну, я уже спрашиваю, у вас есть деприксация. А виноват, я думаю, будет человек. О, мой бог. С вами вырезался у вас, как будут выжидать. Поэтому сейчас ожидаем медиков. Да, в любом случае, ускорить-то процесс, это, конечно, хорошо. Но мы всё равно ждём медицинский департамент сюда. Что, прощение, вы ехали на вызов или вы просто патрулировали? Патрулировали данный маленький городок. Ехал на пост, чтобы отметиться. Я вас понял. М-м-м. Ну, так оно обычно и бывает. К сожалению, каждая работа опасна. Да. Ладно, в любом случае, это выясним. Кто прав, кто виноват, это далее будет ясно. Чё-то ваши коллеги долго едут. Один на том, двенадцать. Один на том, двенадцать. У нас новая организация, перерасформированная и собранная заново. Мне нужны 10, 27 и 10, 29 по Осиню Харперу. М-м-м. Они так хорошо работают, как старина. Док. Понятно. Понятно. Десять четыре, один, двенадцать. Десять двенадцать. На самом деле, мне кажется, будет быстрее вас доставить прямо сейчас в медицинский департамент, чем дожидаться автомобиля. Я так полагаю, они все под станцией распределены, да? А, нет, вроде, кажется, едет какой-то. А, вот едет скоро. Окей. Официарь, я буду убрать эту машину поврежденную. Хорошо, с пути. Здравствуйте, коллега. Пока я бы не стал. Да, добрый день. У нас есть подозрение на перелом ребер, возможно. После удара больше ничего сказать не могу. Да, я понимаю, сейчас осмотрю быстренько. Угу. Так. И, я не знаю, там еще один человек без сознания есть, если можно ему оказать помощь раньше, то ему лучше отдать приоритет. Да, да, конечно. Спасибо. Конечно, давайте его осмотреть, осмотреть его, я спокойненько. Стоит, отключите его в состоянии, встать? Окей. Так, ну машину я пока не убираю, но и тем не менее, здесь уже смотреть, наверное, больше не на что. Но это выглядит, кстати, неплохо, неплохо. Вот. Ну такая саночка, прикольненько, прикольненько. Да, я рад вернуться, на самом деле, на Юде Роллплей, друзья. В середине ролика прям рекламочка. Если вы хотите стать частью нашего замечательного сообщества, то первая ссылка в описании, urp.life. Заходите на форум, регистрируйтесь, подаете заявку и считайте, что вы уже с нами. Как-то так, друзья. Ну и увидимся с вами, наверное, на следующем уже вызове. 1, Джош, 11, 1,65. 1,65. Должите уже без матки. 10,20, 8,54, Джош Роут. 10,4. 8,5 можете подъехать в полицейский участок? 10,4, 1,65, КО 10,19. Очень интересное место для парковки. Из всех мест, которые вы могли выбрать, вы выбрали именно это. Ну, законы не запрещают курить на улице? Я согласен, нет, нет, я согласен. Я просто тут поглядываю задним домом. Вот, а у вас довольно большой автомобиль, но это ничего страшного. Я привлекаю внимание. Нет, вы скорее сгораживайте мне обзор. Но вот сейчас я отъехал и в целом я могу. Не-не, все в порядке, все в порядке. Так просто приехал. Сейчас просто минутку взять, небольшой перерыв. Длинный сегодня день, длинный. Кстати, вы имеете при себе, ну так, на всякий аппарат, который измеряет количество наркотиков в крови? Или определяет их? Ну, там, палочки лакмусовые, вот это вот все. А, все, понял, хорошо. Хорошо. Если вам интересно, я могу рассказать, как они действуют и как с ними нужно работать. Ну, это, знаете, это ваша задача в любом случае, да? Но я так полагаю, что они сегодня пригодятся, наверное. Хорошо. Вы знаете, что моя служба всегда на страже здравоохранения. И вы можете просто позвонить 03. Мы обязательно приобщимся к вам на помощь. Хорошо. Ладно, офицеры, всего доброго, до свидания. Окей. Мне нужно нормальное основание, чтобы их остановить для начала. Потом уже мы поговорим. Потому что, потому что делают они какие-то мутные дела. И меня это не очень устраивает. Я могу представить, насколько это страшно, когда за тобой едет полицейский и... Господь. Окей. Окей. Он меня пропускает. Без вопросов. Угу. 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 Окей. Хотите играть в эту игру? Мы поиграем в эту игру обязательно. Да. Мне здорово, когда за тобой постоянно следует копам. А вот это было, кстати, замечательным поводом для меня, чтобы его остановить. Окей. 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 Один, Адам, 22. Адам, 22. Буду на 10.11 с... Одну секундочку. С Бордовым, судя по всему, Чайна, на Панорама Драйв на южных линиях движения. Десять четыре, Адам, 22. Десять восемьдесят три нужно? Да, требуется десять восемьдесят три, в автомобиле два человека. Десять четыре. Один, нужно с одиннадцать. Нужно ли? Прошу проследовать на десять одиннадцать, Адам, 22. Квад, десять двадцать, восемь пять один, Марина Драйв. Десять четыре, двадцать пять один. Вот так-то. Хорошо, хорошо. Я прям сразу... Оу, я что-то задеваю здесь. Я прям сразу слышал хреновую тучу сирен. Это не может не радовать. Окей. Вот так. Добрый вечер. По-моему, мы их уже с вами как раз-таки останавливали сегодня разочек. Вот. Развернулся прям. В общем, я за ним следовал, потому что заметил то, что водитель данного транспортного средства осуществляет какую-то подозрительную деятельность у себя дома, который находится... Возможно, это не его дом, находится на восемь-два-шесть на пересечении Марины и Алгоквина, насколько я понимаю. Вот. И... Возможно, возможно, это... Не могли бы вы сказать, что именно он нарушил по дорожным законам? Я, к сожалению... По дорожным законам он развернулся прям посередине дороги, да, причем на перекрестке. То есть, ну, там, где этого делать нельзя, в принципе. Подобный этому перекресток. Только вот следующий. Развернулся, поехал обратно. Хорошо, я вас понял, давайте тогда поговорим. Угу. Один, боишься опять. Боишься опять. Буду производить 1011 на Algamber Drive по причине несупределения. Добрый вечер. Пока в разметах... Добрый вечер. 10-4, требуется 10-4? Вчера, вернее, виделись. Ожидать. Думаю, нет. Местер, на какого у вас еще раз можно? Меня? Водитель. Да. Стив Кольт. Точно. Мистер Кольт, вы знаете, что разворот на Марине на перекрестке запрещен законом? Но указателей никаких нету на то, что запрещен. Один, боишься. Вы это сделали прямо на перекрестке, то есть логично то, что это запрещено законом. Вы правила вообще учили дорожному движению? Ну, по сути, да. Я учил, но, походу, видимо, плохо. Я просто не местный, и машина эта Марина записана на меня. Да, еще раз. В прошлый раз вы отделались устным предупреждением, но в этот раз это вряд ли выйдет. Мне еще раз потребуются ваши документы на автомобиль. И да, кстати, пассажир, а у вас есть при себе документы? Нет документов в машине. Не в этой машине. Не в этой. А имя есть у вас? Есть. Офицер, вы очень заплавны. Я жду. Кажет, муж ли. Еще раз. Тони, лид. Понял, ожидайте, пожалуйста, автомобиля. Офицер, пробейте, пожалуйста, данные, и я пробью автомобиль. Ну, по-моему, там с машиной все в порядке было. Пробить мне нужно водителя, да? Да, пробейте водителя, и я пробью пассажира. Да, я понимаю, о чем ты, но только я думаю, нам придется на... Но, к сожалению... Кажем, пол участника оттуда будет уехать. Давайте. Еще раз. Штрафы? Да, я буду вынужден выписать ему штраф, на каком-то, на месте, поэтому вот так. Да. Ну, если вы можете выписать ему штраф, то, да, будет правильнее, если это сделает дорожный патрон. Да, хорошо. Вы можете ехать. Да, и передайте, пожалуйста, диспетчеру, чтобы споглядывали за этим автомобилем другие офицеры, потому что они делают явно что-то подозрительное. Я вас понял. Доброго вечера, офицер. 1АН22, я код 4101-108. 4АН22. 1АН22, я код 1АН22. Понятно. Понятно. Ватафак. Один адм 22, второй в погоне с вами. Поворачиваем налево, я буду называть 10-20. Только что 10-50 со светофором. 10-70, 10-70, он убегает пешком. Блин, хотел подъехать, спросить, какого хрена вообще медика остановили, в принципе, но, видимо, был повод. Господь, что только не происходит в этом сраном городе. А, блин, то ничего-ничего, а потом, блин, все вместе. Так, я надеюсь, что этот тазер у меня в руках, а не пистолет. Я не могу бежать так долго. А, камон, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Сэр, остановитесь, мы будем стрелять. Жош, 11, я 10-80, требуется. Это управление шерифа Блэйн Каунти. Сэр, поднимите руки вверх. Они спрыгнули. Я не могу отхватить, а не. Сэр, поднимите руки вверх. Ловлю, ловлю, ловлю. Руки, 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 сейчас. Вот так, вот так. Что же вы делаете, у меня семья, дети, кредиты, пожалуйста, отпустите меня. Я устал от этой жизни. Офицер, можно вас сюда? Да, я иду. Господь. Столько сирен слышу сейчас. Да, произведите задержание, пожалуйста. Давайте с вами договоримся. Давайте с вами придумаем. Руки за спину, сейчас. Вот так. Ставим, ставим. Давайте договоримся с вами, ну, у меня семья, трояль. Мы договоримся, ты сядешь в тюрьму, а ты меня понял. Сцена очень круто выглядит, кстати. Тогда я выйду, вы все за это поплатитесь. Знаете, сколько раз это нам говорят? 10-70 закончили, а один подозреваемый под стражей в наручниках. Я дали 10-19. Я обещаю вам. Обязательно. Ты черный будешь кореть в аду. Ммм. Да, понимаете, сейчас будет еще статья за расизм. Я обязательно выберусь, избегуясь тюрьмы. Так, шар, остановитесь здесь. Офицер, будьте с ним, я сейчас пригоню автомобиль. Конечно, офицер. Я такой спортсмен прям. Слов нет. Окей. Так, нифига здесь народу собралось, кстати. О, кадры в секунду, кадры в секунду. Так, у нас 1-10-15, он находится там, за ангаром. Давайте мне автомобиль туда кто-нибудь, кто может его добросить, у кого решетка есть сзади. Садитесь ко мне, офицер. Да, у меня мой автомобиль вот здесь как раз. Садитесь ко мне, офицер. А, да, трафик. У нас новая система теперь есть. Панорама... А теперь можно к вам обратиться? ...в южном направлении перекрыта. Ищите... ...пути... ...объезда. Окей. Чем могу? Можно к вам обратиться? Я слушаю. Это 1-10-12. Меня в автомобиль угнали. Сэр, вы можете обратиться в полицейский департамент и написать заявление? Ну, там никого нет. Уверен, там будет офицер буквально через несколько минут, который сможет вам помочь с этим вопросом. А, ладно. Окей. Так, я надеюсь, что они его забрали уже. Блин, было бы здорово, если бы я мог анимации проигрывать, но я, блин, не могу пока еще, пока еще не могу. Все остальные... 1-10-12, 1-10-22. 1-10-22. 1-10-22. Где, собственно, задержанный? За ангаром мы его не нашли. Эээ... 1-10-12, 1-65. Продерживаем, пытался сбежать. Отпустил его из виду. Задержал. Мы в поле находимся. Сейчас попробуем подающийся конверок. Двигаемся к нам. Так, окей. Думаю, что нет смысла дорогу перекрывать тогда в таком случае. Ну и машину оставлять я тоже здесь не могу. Так, ладно, сейчас разберемся с эвакуацией всего этого дела. И я поеду по вызову тогда. Где ваша до 10-20? Это Атом-22. Машина. Да, нашел... 10-20. Мы за ангаром все-таки... На заднее учреждение. Эээ... Сейчас будем возвращаться в полицейский участок. На другой стороне. Офицер, вы попробуйте ему подохотчивее, что ли, объяснить, потому что я что-то даже не знаю. Он двигаться не хотел, я уже показал вам, где раки зимуют. Вы все за это заплатите. Когда я... Обязательно, обязательно. А ты, черный, будешь гореть в аду. Да, да. Сэр, вы можете выйти из машины сейчас? Офицер, откройте ему дверь, пожалуйста. А сейчас что тебе сделать? Надо его обыскать для начала. Если вы сделаете в присутствии только госслужащих, я подам на вас суд. За осмотр беспонятых. Сэр, выйдите из машины, пожалуйста. Спасибо. У вас есть что-либо при себе, что может предоставлять опасность офицеру? Нет. Только мои руки-ноги. Хорошо. Офицер, пожалуйста, прощупайте карманы и посмотрите на предмет таких вещей. И снимите с него фонодоскоп. Досунь себе его в задницу. Обязательно. Руки в рее. 1, Адам, 22, свободным офицером. У нас в полицейском участке, судя по всему, кто-то хотел обратиться, чтобы составить заявление на кражу автомобиля. Нету здесь ничего, да? Это не мое. Вы сами мне подбросили. Я буду подавать. Да, да. Медицинский и хирургический нож, конечно. А говорили ничего нет? Как же полицейский нож? Конечно, находим мы вносим из собой эти хирургические ножи. Так, сэр, сядьте обратно в автомобиль. А ботинки тебе не вылезать? Офцер, помогите ему. Быстро. Да иду, я иду. Давай, пошел. Ну, а так-то лучше. Сэр, на данный момент вы находитесь под арестом. У вас есть право хранить молчание, право на адвоката, право на один телефонный звонок. Если у вас не хватает средств на адвоката, то он будет предоставлен вам государством. И если вы не являетесь гражданином... А еще у меня есть право послать тебя в жопу. Да, да, да. Вы понимаете те права, которые он так что озвучил? Да. У меня есть право послать тебя нахер? У вас есть право хранить молчание, как я говорил ранее. Офицер, подвезите? Да и какие. Его подбрасывают. Господь, этот спам в чате. Может, мы договоримся, дружище? Это вряд ли. Только ты хочешь. Я хочу, чтобы на улице не было такой грязи вроде тебя. Но ты же можешь стать богатым. Я могу предоставить кучу всякой нелегальной хрени. Неинтересно. Здорово. Я, кажется, уже предупреждал, что все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Я тебе... Я тебе... Десять чек. Да, не важно. Ты поплатишься за это, дружище. Поплатишься. Мои друзья вернутся за мной. Ты определись, я поплачусь или ты меня заплатишь? Пошел к чёрту. Взаимно. Давай, выходи из машины. Попробуй меня вытащи, ублюдок. Я же вытащу. Давай, давай, давай. Выходи из машины. Да, ясно, можно. Нет. Выходи из машины. Вот так. Офицер, сопроводите его, пожалуйста, в полицейский участок. Пойдёмте, сэр. И ты тоже иди нахер. Да, 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 да. Ничего нового. Окей, друзья. Я думаю, что на этом моменте мы закончим очередной эпизод ЮДИО Роллплей. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а также, также жмякать на колокольчик, потому что это важно. Если вы хотите стать частью нашего замечательнейшего роллплей-сообщества, то первая ссылка в описании, urp.life. Регистрируйтесь, подаёте заявку и считайте, что вы уже у нас на сервере. Собственно, как-то так, друзья. Не очень длинный эпизод, но, тем не менее, довольно весёлый, я вам так скажу. Много чего-то за сегодня мы с вами увидели, но, мне кажется, пора заканчивать. Не забывайте, что скоро выйдет новый эпизод, поэтому вам не стоит его пропускать. Ещё раз спасибо за просмотр. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.